Общее заказание, второй клип по специальным методам, те, которые не вошли в основные, не структурные. Это методы, которые развивались во второй половине 20 века и сейчас развиваются, то есть новые. Как я уже говорил, я работаю по той схеме, где они хронологически изложены. Но конструктивные методы, они на базе уже структурной лингвистики возникли, то есть достижение основной структурной лингвистики, что оно позволило язык разложить на минимальные логические элементы, которые далее можно было анализировать рационально. То есть без такой раскладки мы язык не можем научно, проверяемо, рационально понять. Чтобы понять, нам нужно разрезать на самые мельчайшие элементы и потом их поставить. Но когда это было сделано, была поставлена задача создать алгоритмы формирования. То есть вот мы знаем кубики, а как из этих кубиков, собственно, складывают тексты, это люди. Вот такая была задача поставлена. Задача вполне правомерная. Вот развились различные методы конструктивной лингвистики. Довольно популярные были, особенно в 70-е и 80-е годы. Сейчас меньше, но в принципе направление продолжает развиваться. Оно важно для компьютерной лингвистики, которая переводит, пытается генерировать сам текст. Известный популяризатор этого всего Хомский. По истории языка знания, надеюсь, я до него дойду и там подробнее еще расскажу. О его концепции. Но вот с точки зрения метода. То есть Хомский исходил из того, что имеется некая ментальная грамматика. То есть мозг изначально имеет врожденные алгоритмы, а то есть ментально это еще не врожденные. Мозг имеет определенный алгоритм, с помощью которых из вот этого ограниченного количества элементов, которые устанавливает структурная лингвистика, он создает неограниченное количество предложений. То есть структурная лингвистика показала, что минимальные элементы, их конечное количество, И, в общем-то, их не так и много Если на все минимальные 7 разложить Получится гораздо меньше, чем обычный словарный состав Там из 20-50 тысяч слов Ну так вот, из этих все-таки небольших по количеству элементов Хотя их может быть там 10 тысяч В принципе, количество этого текста бесконечно Значит, есть какая-то грамматика у мозга Какие-то наборы алгоритмов, с помощью которых он эти тексты создает Поскольку дети грамматику осваивают быстро Хомский утверждал, что они имеют врожденную универсальную грамматику детям То есть у детей, когда они рождаются Еще до того, как они овладевают языком В языке уже какая-то минимальная грамматика есть Потом они ее просто адаптируют к какому-то языку Который они позднее осваивают Это называется нативизм То есть представление о том, что есть врожденные идеи Но если мне никакие обстоятельства не помешают Я, может быть, дойду до 18 века и расскажу Вот в 18-19 веке очень много дискутировали Есть ли эти врожденные идеи Сейчас начали это все проверять нейрофизиологически Какие-то устанавливают, какие-то нет Что касается языка Довольно четко установили, что новорожденный Может различать все фонемы Какое-то время Вообще все, какие только есть во всех языках Но через некоторое время, когда у него мозг адаптируется К тому языку, который он вокруг себя слышит Он будет различать только фонемы этого языка А фонемы других языков только при дополнительном обучении То есть как бы нативизм частично подтверждается, частично нет Ну, как вот обычно какая-то грубая схема, она не работает Но Хомский считал, что полностью имеются врожденные способы И фонемы различать, и предложения строить Ну, такие базовые Потом уже обучается и развивает Ну, в общем, направление очень интересное И сейчас, кстати, именно нейрофизиология языка очень перспективна И вот десятые, нулевые коды, много новых исследований продолжаются Потому что это наука, там можно биологические методы применять И все точно установить Ну, вот Хомский еще не имея фактически вот этих нейрофизиологических данных Он так давненько жил в 20 веке своем Он разрабатывал различные алгоритмы По которым фразы порождаются чисто логически По Хомскому конечная цель порождающей грамматики Это создание виртуального автомата Который будет строить правильное предложение То есть автоматически по алгоритмам будет порождать В частности, он разработал различные правила вывода Значения целого предложения и значения его компонентов То есть какие алгоритмы порождают правильное предложение Какие неправильные Конструктивистский синтаксис был, допустим Когда изучают именно модели синтаксические, порождающие И по русской грамматике много тоже в этом стиле писали Я помню Но это вот больше так 70-80-е Тогда, мне кажется, это было модно Сейчас меньше Критикуют за что? Что это концепции скорее логики То есть реальным языкам это часто не соответствует Либо описывает в самой простой форме Это все не позволяет точно объяснить всю полностью генерацию текста в конкретном языке Формальная модель Она не учитывается в окопности всяческих других психологических процессов Которые влияют на построение текста помимо грамматики Помимо правил синтаксиса и так далее И поэтому сейчас скорее развиваются как раз исследования междисциплинарные На стыке лингвистики и других наук В то же время трансформационный метод безусловно перспективный для компьютерной лингвистики Потому что компьютер другим способом не может У него психологии нет Он только по алгоритмам Поэтому насколько мы сможем построить алгоритмы вот эти порождающие Настолько компьютер сможет реальный язык освоить Поэтому, в общем-то, на самом деле Тут есть практический эффект И научная значимость этого безусловно К концу 20 века вот наступает это понимание О котором я уже говорил в предыдущем клипе Что, в общем-то, кроме языка у нас ничего и нет Начинается экспансия языка в философию В принципе, современная философия обсуждает только язык Логичен он, нелогичен или нет И так далее Из чего он состоит И за пределами языка так ничего и не обнаружено Сколько мы не думали Те 500 лет, когда мы сравнительно свободно, без религии думаем Ничего так мы и не придумали Только слова мы обнаружили Ну и кроме того, у вас и другие науки тоже Экспансии лингвистики Психологи понимают, что много языков объясняется И социологи и так далее И политики и прочее Но вот экспансия, как обычно, любое переселение Оно сопровождается усвоением частичной языка Тех народов, на территории которых мы переселяемся В данном случае тоже То есть лингвистика идет во всей науке Но усваивает их методы Поэтому развились всяческие адаптации методов других наук Прежде всего психологических, конечно Что психология ближе всего к языку Ну и других тоже Сейчас, в принципе, вот эти вот Междисциплинарные методы Все быстро довольно появляются И в целом-то так процветают Ну, ключевые методы Прежде всего психологические и нейрофизиологические Кратенько, может быть, я какие-то потом подробнее Там еще, видимо, потом дальше про это будет довольно много Методики психологического наблюдения В данном случае осуществляется за речью Но сама методика взята из психологии Что касается наблюдений Довольно много было интересных исследований детской речи Пиаже классик этого дела Он выгодский наш работал тоже Много чего там Ну вот, в частности, способности новорожденных К различению звуков Тоже методом наблюдения и так далее Ну и в исследовании детской речи Сейчас активно нейрофизиологические методы вторгают То есть замеряют различные показатели головного мозга Как они меняются при восприятии речи ребенком и так далее Ну, про детскую речь довольно много получили хороших данных Как формируется язык в связи с развитием мышления у ребенка Они имеют все практическое значение при преподавании Тут явно есть достижения вполне проверяемые и практически значимые Дальше интересное направление Это наблюдение за больными с поражениями речи Которые, допустим, могут в психодиспансере осуществляться С психически больными Или там с другими людьми, у которых по каким-то причинам речь отсутствует Или неправильная Вот они могут быть психологическими То есть просто наблюдают, как он говорит, записывает, анализирует Так и с применением всей вот этой медицинской аппаратуры Томографии, там все Все методы исследования мозга применяются, чтобы понять Каковы причины нарушения речи вот именно в головном мозге Или они психологические и так далее Это тесно связано с лингвистикой Потому что лингвистка тут определяет, что конкретно нарушается И естественно, это все также нам помогает понять генерацию языка Что относится напрямую к лингвистике Из психологии и социологии на самом деле Заимствованы обычные там методы интервью То есть целенаправленная беседа с информантом Их в лингвистике не было Их взяли сравнительно недавно Из психологии и социологии и адаптировали Опросники лингвистические, анкетирование Ну там по типу, как вы считаете, что значит то или иное слово Тестирование это набор просто Вот где надо галочку поставить Самый простой способ тоже в лингвистике применяется Ассоциативный эксперимент взяли из психологии И очень тоже активно применяется Ассоциативный эксперимент это так Это мы что-то говорим информанту А он нам описывает Что у него по этому поводу автоматически в голове возникает Какие у него ассоциации Я с китайцами довольно много работал этим методом У китайцев совершенно не наши ассоциации Совершенно странные для нас На самые простые слова Поэтому метод очень продуктивный Хотя он немножко нечеткий Ну вот я допустим выпишу все эти китайские ассоциации Ну я могу их классифицировать как-то по семам Может быть я даже выделю Какие частые, какие нечастые Как они соотносятся Может быть я ядро смогу там И в общем-то и все Мне все-таки казалось Что все время это не точно Когда я с этим методом работал Но тут что-то он рассказывает Как-то вот Трудно мне его в какие-то формальные рамки поместить Как обычно Надо сделать Ну в общем интересный метод И возможно он поможет нам В реконструкции языковой картины мира Конечно каждого языка Что очень важно Потому что доказано Что языковая картина мира Сильно влияет на поведение Причем человек этого не осознает А у него в языке заложены Определенные представления Он думает, что они нормальные Потому что он все время на этом языке говорит А они просто вот принадлежат его языку Язык его обманывает Не то, что они ненормальные Но они реальность с определенной точки зрения описывают А человек этого не понимает Поэтому нужно все-таки установить Где языковая картина мира А где научная Дальше имеется метод Семантического дифференциала Тоже он из психологии Но пошел в лингвистику Это оценка языковых явлений По численным шкалам Тоже напоминает мне ассоциативный Немножко смешной Ну допустим Говорят ему Оцените слово врач Хороший он или плохой По десятибальной шкале Ну вот человек допустим думает Я считаю, что врач хороший То есть когда я слышу это слово Я представляю, что он хороший Пишет допустим 9 Или там я считаю, что врач плохой И пишет 3 И такого дифференциала могут Штук так 50 на ваших Типа допустим Врач круглый или прямоугольный Такие всякие вопросы идиотские Типа врач кислый или сладкий Оцените по десятибальной шкале Вот То есть тут тоже немножко так же смешно И напоминает ассоциативный эксперимент Но это все позволяет получить Какие-то численные данные С которыми мы можем объективно работать математически Рассчитывать в каких группах В каких языках Какие разные вот эти дифференциалы И так далее Что-то вот из этого получать объективное Так что Может быть это разовьется Какие-то будут более общие методики Такие Отработанные Ну обычный метод Формирующего эксперимента Тоже применяется Насколько я понимаю Тоже из психологии он пошел Формирующий эксперимент Это мы что-то замеряем Потом меняем ситуацию В одной группе Другой она остается В данном случае видимо что-то с языком Там Или они новые слова допустим Учат там Или что-то еще Или Ну вот что-то меняем Потом мы замеряем И смотрим что изменилось По другому параметру По какому-то другому Ну это вообще понятный метод Применяется в лингвистике Эксперименты на трансформацию Это даются конструкции какие-то И предлагается их трансформировать И записываются результаты Каким образом люди трансформируют Получаются какие-то данные И качественные И количественные Методы мат-статистики Применяются Как правило они не сложные В психологии более сложные Методы верификации Как правило в лингвистике Не очень сложные Но когда данные есть Количественные То всегда их можно естественно Методами мат-статистики И оценить И проверить Много чего из них получить Контент-анализ Это поиск в тексте слов По определенной теме Тема называется Концептуальные перемены То есть это близко к концепту О том что я говорю Концептуальный анализ Концептуальный анализ Он структурный То есть мы получаем там Структуру концепта В итоге А контент-анализ Мы уже знаем примерно Структуру концепта Мы все слова Которые могут обозначать Этот концепт Выписываем Концепт при этом Становится концептуальной Переменной А потом мы считаем В каком-то тексте Какими словами В данном тексте Описан данный концепт Это позволяет Как раз вот установки Автора Получить Насколько для него Значимо Во-первых Насколько он часто Вообще этот концепт Упоминает Какими именно словами Он их Бессознательно Описывает И так далее Он может намеренно Нагнетать какое-то Определенное Описание концепта Вот когда Осуществляется воздействие Через Текст Что тоже сейчас Популярно Изучение Всех этих манипуляций Может просто человек Как бы Формально текст Выглядеть нейтральным Но на самом деле Он нагнетает Определенные слова Которые Создают определенные Представления О нужных Каких-то вещах И вот это Сплошь и рядом Это делается В бездарной Журналистике Это делается Грубо Там путем Повтора Каких-нибудь Просто негативных Фраз Да А в грамотной Журналистики Это делается Грамотно Путем Более тонких Манипуляций Ну вот здесь Я выхожу На дискурсивный Анализ Потому что В принципе Я уже Его только что Осуществил Дискурсивный Анализ Это анализ Порождения Текста Здесь различные Модели Коммуникации Интерпретации То есть По какой причине Текст создается И как именно Он интерпретируется И это тоже В процессе По поводу Манипуляции Тоже Это очень актуально Но и не только Потому что Дискурс Довольно Такое понятие Глобальное Ну и потом В этом учебнике Эта тема будет И потом Про дискурс Я буду подробнее Вот метод Который Использует Концепцию Дискурса Это дискурсивный Анализ